Добрый день, уважаемые. Сегодня я хочу еще поговорить о свете. 24 дня назад я приобрел светильник, я о нем рассказывал отдельно, и сделал замену того света, который у меня был тогда, на новый светильник. По сути, речь идет о том, что в новом светильнике базовые белые LED-ы это 6000 кельвинов, в старом они были на 8000 кельвинов, у нового немножко меньше мощность общая, и новый дает фулл спектр, полный спектр. Это очень красиво визуально, но при этом произошли некоторые изменения, которые мне не понравились. И некоторые изменения, которые мне да понравились. Значит, что мне не понравилось? Мне не понравилось первое то, что растения практически прекратили пузырять. То есть, поставка углекислого газа идет, но вот пузырение, то есть, такой активный фотосинтез, когда с листьев растений выделяются пузырьки, видимые кислородой, и к концу светового дня все листья оказываются покрыты очень красивыми такими гирляндами кислорода. Оно имело место при старом освещении, и оно практически прекратилось при новом освещении. Второе, что мне не понравилось. Мне не понравилось это то, что у меня в аквариуме стал оставаться стабильно высокий фон нитратов. То есть, где-то в районе 15 ппм у меня нитраты постоянно, несмотря на то, что растения должны делать свою работу, вроде как ее делают, несмотря на то, что я подмениваю еженедельно порядка 15% воды, несмотря на то, что работают два биологических фильтра, и в одном из них стоит поглотитель нитратов. Это мне не понравилось. То есть, я не хочу, чтобы у меня был такой нитратный фон, я хочу, чтобы он был пониже, а если он будет слишком низкий, то я предпочитаю добавлять макроудобрения, потому что там не только нитраты добавляются. Теперь, при этом, при вот этом альтернативном свете были плюсы. Первый плюс это то, что все это выглядело гораздо красивее. То есть, вот 6000 кельнов, это немножко более желтоватый, скажем, по сравнению с 8000 оттенок, он гораздо ближе к естественному восприятию, мне это нравилось. Во-вторых, у меня стало, ну, не то, чтобы совсем исчезло, но почти исчезла проблема водорослей. То есть, есть там на мхе чуть-чуть нечатки, где-то в зарослях, на заднем плане я периодически вытаскиваю немножко нечатки, но совсем немножко. И есть ксенококус немножко на листьях буцефаландры, анобиуса, некоторых других растений и иногда на стенках. И есть немножко черной бороды, но это все совсем-совсем немножко. При старом освещении этого было множко, и я с этим боролся очень активно и с не очень большими успехами. Ну и в общем, сегодня я решил попробовать найти золотую середину. Значит, золотая середина выглядит так. Я оставил вот это вот освещение, которое было последние 24 дня на 6000 кельвинов, назовем его, как основное. Оно включено 12 часов в день. В дополнение к нему я поставил старую лампу на 8000 кельвинов 34 ватта. И сегодня первый день, когда я это сделал, я планирую держать для начала 2-3 часа, посмотреть недельку, потом постепенно, аккуратно, по часику, по полтора добавлять время включения этой старой лампы. Значит, идея в том, чтобы постараться заметить, когда минусы начнут перевешивать над плюсами. Пока что я наблюдаю плюсы, они пошли сразу. Вот сейчас, я надеюсь, вам видно, идет пузырение. Это не самое сильное пузырение, которое я когда-либо видел в своей жизни, но это безусловное пузырение. То есть фотосинтез включился, и он идет активно. Это хорошо по целому ряду разных показателей. Ну, то, что рыбы по-другому себя ведут. Ну, рыбы, в общем-то, всегда ведут себя по-другому, когда что-то меняется. Это пока еще рано говорить. Но самое главное, вот этот вот эффект пузырения я вижу. Через 2-3-4 дня я посмотрю, что будет с нитратами. Пока, конечно же, наивно полагать, что что-то изменится. И будем искать оптимум. Дополнительный минус то, что сейчас у меня в аквариуме задействованы целых 3 лампы. Это родная лампа, с которой аквариум продавался на 8000 кельвинов, 34 ватта. Это та, которую я закупил на 6000 кельвинов, вроде как 30 ватт. И эта подсветка, которая включается в вечерние часы, она практически ничего не добавляет, кроме красивости. Ну и, в общем-то, под все это достаточно сложная матировка. Кроме того, я вот сейчас подниму, и вы увидите, что крыша аквариума, она стала напоминать странный бутерброд. То есть, вот если вы сейчас посмотрите, вот видна вот эта вот 6000 лампа. Вон за ней прячется родная 8000. Все это прикрывается такими временными импровизированными закрытиями, потому что я не хочу, чтобы у меня улитки и рыбы побежали из аквариума. В общем, получается такой довольно громоздкий агрегат. Вот это вы видите, подсветку вечернюю. Но, тем не менее, надо понаблюдать, надо посмотреть. Посмотрим, поживем, увидим. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь, вы на правильном канале. Продолжение следует...